Привет, друзья! Снова приветствую на канале Яла Зенич. И это видео про седьмую часть стажировки, которую я вам обещал. Мы пройдемся по списку, который у нас есть для студентов, для менторов. Создал Safety Department, компания Rosco. В принципе, здесь все темы, которые вообще возможно обойти или возможно обсудить в дороге для дальнобойщиков. Не смогу показать и рассказать каждую из этих тем, но я пройдусь по тем, которые я не покрыл в своих предыдущих видео. Если вы еще не посмотрели предыдущие шесть частей, я вас приглашаю. Вот где-то здесь будет ссылочка, еще под видео будет ссылочка. Там целый плейлист. У нас по списку идет очень много. Как прочитать торпеду, как вообще разбираться в кнопках на твоем траке. Может быть, мы, конечно, пройдем это отдельно, но в каждом траке немножко они отличаются. Функционал приблизительно один и тот же, но типа там расположение кнопок или там, что написано у тебя на спидометре, как у тебя, как тебе разобраться, там, что за сообщение, как клацать вот эти вот джойстики на руле, как там настроить себе pre-trip inspection, который именно сам трак делает, да, и так дальше. У каждого это по-разному, но я думаю, что это несложно, да. Разберетесь. PTI. PTI, соответственно, есть отдельное видео для этого. Я, скорее всего, тоже запишу видео с переводом для того, чтобы там тем, кто учится и кто собирается получать права, чтобы могли учиться по этому видео. Мне сейчас oil change, замена масла. Мы в Ароско меняем масло каждые 35 тысяч миль. Меняем масло и все фильтра. Обычно, когда я, мне нужно поменять масло, я приезжаю или на Лавс, или на Пайлот, но именно те заправки, на которых есть maintenance shop. Ну, чаще всего у них нету в наличии фильтров, поэтому я заранее заезжаю на Volvo дилер. Я покупаю весь список фильтров, да, полностью весь комплект. И привожу уже на Лавс или на Пайлот, да, вручаю им это все. Ну, им осталось только поменять, да, и залить масло, соответственно. Заправляемся мы в основном на Пайлоте, иногда бывает там на Лавзе или на какой-то другой заправке, но это в случае необходимости. Да, если ты там где-то едешь, у тебя заканчивается топливо, ближайший Пайлот там 150 миль от тебя находится, тогда ты заезжаешь на любую другую заправку, где есть дизель для траков, и заправляешься максимум 50-60 галлонов. У нас в траках стоят камеры, которые снимают вперед на дорогу и снимают внутрь в салон. Важно упомянуть по поводу этих камер. Многие водители заклеивают там камеру, которая снимает внутрь, или пытаются ее как-то закрыть там и так дальше. Я бы на вашем месте этого не делал. Почему? Потому что в случае какой-то аварийной ситуации, да, и не дай бог аварии, в которой там кто-то пострадал, в том числе и вы, да, эта камера снимает то, что происходит. Соответственно, если что-то произошло, и это не по вашей вине, то у вас есть подтверждение того, что вы не на телефоне были, не отвлекались, не заснули там, пристегнуты правильно были и так дальше и тому подобное. Эта камера в многих ситуациях спасает и вашу компанию, и вас непосредственно от тюрьмы, спасает от больших там выплат, да, то, что вашу страховку наоборот вжарят, вместо того, чтобы вы вжарили страховку того, кто виноват. Не записывает звук, да, то есть вы там можете материться, говорить по телефону, ну, как бы в наушнике, да, делать что угодно, да, пукать неприятные звуки издавать там и так дальше. Звук она не будет снимать. Это раз. Во-вторых, когда мы припарковались, мы имеем право вообще, ну, закрыть или заклеить эту камеру, если так, прямо, нужна приватность, да, делать там что хочешь в траке. То есть, ну, в этом проблемы нету. Но в движении эта камера должна быть открыта и вперед, и в салон. Это не для того, чтобы кто-то там сидел и наблюдал. Такое, ну, понятно, что никто не будет нанимать человека, который будет 24 на 7 сидеть, каждого водителя мониторить. Ну, я знаю, что у нашей компании, да, и, скорее всего, у всех остальных компаний даже доступа к тому, чтобы залезть в камеру там вашего трака и посмотреть вживую, что происходит у вас сейчас в салоне там или где вы ездите, у компании этого доступа даже и нету, да. Для того, чтобы получить доступ к какому-то отрезку видео, компания должна написать запрос, заказать это видео, там, отрезок от, там, такой-то минуты, такого-то часа, от такого-то минуты, часа, и только тогда они получат доступ. Это все не бесплатно. Поэтому никто из компаний не сидит, не мониторит, что вы там делаете, как вы там колупаетесь в носу, вы ковыриваете козявки или, не знаю, что угодно, да. Только для цели безопасности, для страховой, для того, чтобы прикрыть вашу же жопу. Поэтому не стесняйтесь этой камеры. Это, как бы, наоборот, плюс. Ездите по правилам, если вы не нарушаете, вы не держите телефон в руках, там, пристегиваетесь правильно и так дальше, и тому подобное. Вам нечем беспокоиться абсолютно. Энджин-брейк. Энджин-брейк мы используем в основном, ну, точнее, мы его всегда используем, когда летим с горы вниз. Вспалить колодки – это как два пальца об асфальт, во-первых. Во-вторых, можно просто-напросто потерять запас воздуха в системе. И остаться без тормозов вообще, да. Я лично видел своими глазами, когда я тренировался, меня стажировали, я видел своими глазами, как по 70-ке спускался, ну, вот, в сторону Денвера едет на спуске трак, и он весь дымит, летит. И там уже рампы не было, да, emergency ramp уже не было. Ему пришлось оттормаживаться, а подбойник, и там был чуть-чуть такой, ну, буквально на шолдере, там, не знаю, метр-полтора, отрезочек с щебнем. Повезло, что был этот щебень и был этот отбойник. От него он оттормозился, сидит вот такой вот весь бледный, да. Чтобы вот такие вот вещи не происходили, мы используем engine brake. На engine brake есть четыре позиции. Первая – это автоматическая, когда вы включаете круиз-контроль, там у вас, получается, ну, это на Вольве так. В нижнем правом углу у вас будет написана скорость, до которой максимально ваш трак будет развивать скорость, да. Если вы, допустим, там, поставили круиз-контроль на 70, обычно показывает, что у вас на 73 будет срабатывать engine brake. Это на автомате. Дальше у вас есть позиции 1, 2 и 3, то есть, там, 1 – это совсем легенький engine brake, 2 – это посильнее, и 3 – это максимальный. Плюс у нас есть еще, если полностью вниз щелкнуть эту ручку engine brake, у вас скидывается передача еще вниз, да, то есть пониженная передача. Уже как бы не автоматом оно там это все делает, а оно уже принудительно, не каждый раз оно срабатывает, да, мотор тоже как бы умный, да, в какой-то степени. И, ну, он знает, когда ему удобно, а когда ему неудобно. Поэтому, если у вас не срабатывает это каждый раз, то не пугайтесь. Engine brake можно использовать абсолютно в любых моментах, да, в пробке там где-то вы едете, не хотите бить по тормозам, engine brake легенько, хоп, включили там на двоечку, и все. Где-то там за кем-то тянетесь, и вам нужно буквально чуть-чуть скинуть скорость, вместо того, чтобы нажимать тормоз, хоп, engine brake. Где-то подъезжаете к стопу, и вы понимаете, что вы слишком быстро как бы к нему подъезжаете, хоп, включил engine brake, ножку на педальку, не сильно бить по тормозам, чтобы не сместился у тебя груз. Нормально затормозить, не проехать там стоп-сайн или на перекресток не вылететь. Engine brake не портит мотор. Те, кто там рассказывает вам, что engine brake портит мотор, это не так. Он для этого и создан, да, для того, чтобы им пользоваться. И не палить себе колодки, и так дальше. Если мы идем вниз с горочки, да, еще добавлю, заходите, если вот ты знаешь, что у тебя резкий, резкий спуск вниз, заходи на этот спуск уже с пониженной скоростью. Если, допустим, у тебя там спидлимит с горочки 65, заходишь 55, когда ты начинаешь спускаться вниз, да, на engine brake, у тебя не набирается до 75 скорость, да, у тебя ты нормально себе, медленно, там, может быть, оно чуть-чуть, по чуть-чуть набирается, и ты на engine brake спокойно себе едешь, не паришься вообще за педаль газа. Можно спускаться с практически любых гор, вообще не трогая, точнее, тормоза, да, спускаемся с любых гор, вообще не прикасаясь к педали тормоза. Это реально, и это делается очень часто. Да, я вставлю это видео, видел, как один трокист ехал прямо передо мной, мы съезжали с гор, где-то там в районе Джорджии или Северной Каролины, и там затяжные спуски с Апалач. Я видел сдалека, что он делает неправильно, да, может быть, он новенький, он не понимал, не знал, но, во-первых, я видел, что у него уже дымятся тормоза, уже, ну, я видел, вот реально, вот посмотрите на это видео, идет дым с колес, вы видите это, и во-вторых, я сдалека видел, что у него стопы постоянно включенные, да, ну, там, перерывами он отпускал их, но в основном он, у него педаль тормоза была нажата, то есть, он грел себе колодки постоянно, на таких спусках греть колодки, это очень опасно, можно, ну, испалить колодки, можно и вообще, как бы, довести это до пожара твоего трейлера, и трака, это очень опасно, поэтому мы спускаемся, если нам нужно чуть-чуть скинуть скорость, да, мы порезче нажимаем педаль тормоза, скидываем, там, 5 или 10 миль в час скорости, да, даже если это резко, и потом отпускаем, вместо того, чтобы легенько держать на тормозах, не делайте этого, под горочку, под горочку, нужно сказать, что, ну, если ты едешь медленно, да, и даже, если ты кого-то еще медленного догнал, и у тебя в левой полосе поток машин, то я тебя прошу, не влазь в этот поток, не оттормаживай остальных, несколько сотен машин, там, да, или несколько десятков машин, это может привести к аварийной ситуации, потому что, если ты вылазишь в эту полосу, первый, там, допустим, тебя увидел, и, там, притормозил резко, второй, там, тоже увидел, как бы, а третий, может быть, и не увидел, и так дальше, да, это может привести к плохим последствиям, и, ну, намного быстрее, чем вот этот вот, кого ты догнал, намного быстрее, ты уже не выберешься на эту горочку, да, но если будете перестраиваться и обходить кого-то под горочку, то просто рассчитывайте это, делайте это заранее, планируй перестроение в левую полосу для обхода заранее, не тогда, когда ты уже мордой уперся ему в жопу, да, и уже нужно вот прямо, вот прямо сейчас, а заранее, ты перестроился, все увидели, что ты перестроился, ты еще даже не потерял скорость, да, принудительно ты, ты не, ну, тебе не нужно было оттормаживаться, потому что ты уперся в кого-то, и как бы ты на этой скорости идешь, еще, про, да, про подсказка, когда идешь под горочку, если у тебя есть кнопки плюс-минус и драйв мод на твоем траке, драйв мод можно переключить с режима эконом в режим performance, да, или плюс, в некоторых называют, этот режим, ну, не то, что добавляет тебе там лошадиных сил, мощности, но он просто переводит коробку в режим помощнее, скажем так, он не затягивает передачу, и наоборот, не делает ее слишком короткой, то есть он максимально тебе помогает выбраться на гору, да, его желательно включать заранее, когда ты уже видишь, что ты уже идешь на подъемчик, включил себе заранее, он сам себе скинул на пониженную передачу, да, и все, и ты тут как бы топишь, в многих случаях, даже если ты полностью загруженный, ты будешь обходить остальные траки под горочку, если будешь использовать этот режим, дроп трейлер, да, если, когда мы дропаем наш трейлер, если у нас груз, например, мы привезли пустой трейлер, и цепляем уже груженный трейлер, или же у нас груз, типа, ну, на складе нам сказали, что тебе нужно дропнуть трейлер, отъехать бобтейлом, припарковаться, подождать, пока мы его загрузим, они это делают не для того, чтобы тебе дополнительной работы добавить, да, они это делают для того, чтобы обеспечить безопасность, для своих работников, и для тебя включительно, мы дропаем трейлер, да, что мы делаем, вот, может быть, на этом трейлере будет видно чуть-чуть, мы опускаем, мы опускаем ноги, да, наш лендинг гир, соответственно, ставим трейлер на тормоза, потом мы отключаем на наш воздух и электронику, и дергаем пятое колесо, да, иногда, если эта ручка застреет, то мы просто берем, там, опускаем тормоз трака и сдаем назад, то есть, таким образом, мы чуть-чуть убираем давление с механизма пятого колеса, если мы меняем трейлер, да, если мы меняем пустой на загруженный, или наоборот, обязательно делайте, прикрывайте свою жопу, каким образом, ты привез трейлер, ты знаешь, ты его не ударил, не поцарапал, ничего с ним не случилось, возьми, ну, как бы, в любом случае, ты это, ну, лучше это делать, да, потому что в каждой компании можно работать без проблем, и никаких у тебя не будет траблов, пока ты где-то не накосячишь, да, в большинстве компаний это именно так, все в хорошем настроении, все друзья, все круто работаем, мы все зарабатываем, мы делаем бизнес, когда происходит какой-то косяк, в основном, да, в большинстве компаний, в большинстве случаев, каждый защищает свой интерес, да, поэтому, когда мы привезли трейлер на замену, мы делаем обход, я делаю видео, да, у меня хорошее качество камеры, все видно хорошо, если я это делаю ночью, я с фонарем подсвечиваю, делаю видео обход, что вот стенки целые, углы целые, колеса на месте, запаска на месте, там, двери целые, и так далее, и тому подобное, потому что, ну, мне несколько раз рассказывали истории, когда там, вот, кто-то поменял трейлер, там, это было 4 месяца назад, и вот 4 месяца спустя, ему звонят и говорят, оу, типа, а где трейлер? А если у тебя есть видео подтверждение, вот, я его оставлял здесь, такая-то дата, там, такое-то место, да, прикрываем свою жопу, или там, тебе говорят, оу, типа, ты там, не знаю, там, покоцал его, вот, типа, стенка пробита, или что-то еще, вот, у меня видео подтверждение, что стеночка целая, да, у меня лично была ситуация, на реферах титановые эти диски, да, или титановые, или алюминиевые, ну, я как-то привожу там трейлер на замену резины, и мне один из механиков говорит, типа, вот, а где эти, а где диски, что, что у тебя эти железные диски? Я достаю свое, свое видео, показываю ему видео, вот такие вот диски, это они, все, вопросы сняты, да, то есть, ну, может быть, ну, скорее всего, это и не специально будет делаться, да, но, прикрывать свою жопу таким образом стоит. То же самое, когда вы, ну, цепляете трейлер, там, или вы где-то бобтейлом приехали, хопа, сразу оббежал, сделал, хотя бы там, визуально, да, посмотрел, целое все или нет, лампочки работают или нет, сделал видосик, все, свободен. Бэкинг, сдаем назад. Ну, здесь, в принципе, нечего, да, как бы вам такого рассказывать. Единственное, что я не устану повторяться, что, когда мы паркуемся, или когда мы просто сдаем назад, неважно. Если ты не уверен, выйди, посмотри. Если тебе не видно, что происходит с правой стороны, или там, ты не видишь правое зеркало, или слишком темно, и тебе не видно, там, упираешься ты в кого-то или нет, или, и так дальше. Неважно. Если ты не уверен, выйди, посмотри. Выйди, посмотри. Выйди, посмотри. Десять раз выйди, посмотри. В этом ничего плохого нету. Ну, как бы, особенно для новых водителей, да. Хотя, сейчас, что-то, я слышал, что у нас в компании, наоборот, как раз, водители, которые уже ездят, там, по несколько лет, на парковке, косячат, да. Не буду называть имен, но, как бы, вот, такая информация. Типа, ты, ты слишком, слишком уверенным становишься, и уже не смотришь, не обращаешь внимания, как бы, и думаешь, что все окей, а иногда бывает, что не окей. Поэтому, неважно, какой у вас опыт. Выйди, посмотри. Все, точка. Взвешивание и раздвигание тандема, да. Легальный вес, распределение по осям, передняя ось, то бишь, стир, аксел, у нас 12 тысяч, в основном, в некоторых штатах меняется, да, 12 500, 13, некоторых там даже 14, даже до 20 тысяч иногда разрешается. Правило пяти пальцев, 12 тысяч, 34 тысячи и 34 тысячи, да, три оси, 12, 34, 34. Есть исключение, во Флориде, это только во Флориде, повторяю, только во Флориде, вы имеете право иметь до 40 тысяч паундов на трейлер аксел, то есть, когда, ну, и там есть, во Флориде и в Калифорнии есть еще и ограничения по длине, насколько ты можешь выдвигать свои тандемы. Во Флориде 41 фут от кингпина, да, а в Калифорнии 40 фит от кингпина. Если у тебя, например, тяжелый груз, и ты едешь во Флориду, и ты никак не можешь со сдвинутым тандемом быть легальным весом, да, ты, соответственно, его раздвигаешь, балансируешь свой груз и везешь. Когда ты подъезжаешь к Флориде, перед тем, как заехать на первый вейт-стейшн во Флориде, да, ты останавливаешься, сдвигаешь тандем до легальной длины, и, соответственно, у тебя на трейлер акселе у тебя, скорее всего, будет больше, чем 34 тысячи, да, лимит 40 тысяч паундов. Вот такое правило. Но это работает только во Флориде. Не пробуйте ехать в Калифорнию с перевесом на ваших тандемах. Я это не советую. Закрепление нашего груза. Есть грузы, которые можно, в принципе, и не закреплять, с ними ничего не произойдет. Но просто вводить это к себе в привычку, закрепляй каждый груз. Не важно, там, ты везешь рулоны, или воздух, или, там, что-то, там, твердое, то, что не разобьется, или, там, не сдвинется, и не повредится, и так дальше. Не важно. Найди способ закрепиться. Даже если это просто ты повесишь стреп, или поставишь лоудлаг, который даже не будет прикасаться к грузу, но ты просто закрепишься. Вводи это в привычку. Закрепляем мы, ну, как бы, если у тебя груз какой-то мягкий, и ты понимаешь, что ты, если сильно натянешь стреп, то ты можешь повредить, там, коробки, или помять, там, не знаю, помять сам продукт, там, и так дальше. Не закрепляй его слишком тупо. Возьми его, там, на одну, на одну секцию перецепи дальше, как бы, поставь стреп так, чтобы он не вредил грузу. Если это лоудлаги, то, ну, ты, в принципе, можешь убирать его максимально близко к грузу, ничего с ним не произойдет, да. Если вы возите рулоны бумаги, например, да, рулоны большие, тяжелые, то советуется, чтобы вы закрепляли перед грузом, да, вешали пару стрепов, или ставили пару лоудлагов перед этими рулонами, чтобы, если в случае того, что вы, там, где-то резко затормозите, или еще что, да, вас эти рулоны не окажутся в кабине, не пробьют вам стенку, не сдвинутся, не упадут, не, как бы, не создадут вам больше проблем, да. конистогами и с флэтбедами я пока не имел возможности поработать, поэтому тут я даже вам и не смогу подсказать, показать. Драйвены, рефера, да. Если кто-то смотрит и работал там с конистогами и с флэтбедами, у вас есть какие-то про-подсказки от профессионала, пожалуйста, оставляйте их в комментариях, это всегда приветствуется. Далее, 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 CatScale. Мы заезжаем на CatScale после каждой загрузки. Разве что я знаю, что я везу что-то очень легкое и на 100% уверен, что у меня нет перевеса, тогда я, может быть, не заеду на CatScale. Но обычно, если у меня нет 100% уверенности, я заезжаю, взвешиваю, сделаю скриншот, и знаю, что я еду легально, у меня не болит голова. Скорость. Очень часто я наблюдаю на дороге, как водители едут максимально, сколько мне, сколько у меня трак едет, столько я буду ехать, буду лететь, да, и потом я вижу эти траки или на обочинах, да, там, их остановила полиция, или я вижу эти траки в кюветах, да, в лучшем случае все окей на этот раз. Спитывать нет смысла. быстрее ты не приедешь, больше миль ты не наедешь, да, больше ты не особо не заработаешь. Максимальное превышение скорости, за которое тебе не впаяют штраф, это там 3 мили в час, максимум. Больше просто, ну, в этом просто в принципе нет смысла. Лучше ехать спидлимит, особенно там на этих поворотах, на спусках, на всяких, да, там, где вы видите желтые знаки. Придерживайтесь этих знаков, этого спидлимита, потому что у тебя каждый раз у тебя разный груз. И может быть на одном грузе ты проехал спидлимит и зашел в поворот нормально, в другой раз ты будешь ехать с другим грузом, там, где центр тяжести чуть-чуть повыше, ты зайдешь по спидлимиту в этот поворот, у тебя груз наклонится, не дай бог тебя еще перевернет, да, или не дай бог там тебе твои компании не заплатят за этот груз. Лучше этого избегать. Спидлимиты в школьных зонах, спидлимиты в ремонтных зонах, пожалуйста, соблюдайте эти спидлимиты. За эти зоны наказание максимальное, можно даже загреметь в обезьяне, ну, и можно лишиться прав, да, особенно в рабочих зонах, там, где ситуация может быть непредсказуемая в любой момент, да, например, ты едешь по рабочей зоне, вы едете там толпой, да, ну, тянетесь друг за другом, как бы все идут спидлимит, тут резко выезжает там грузовик с рабочей зоны, а они обычно выезжают вот прям борзо, знаешь, они, он просто, он даже ему все равно, что там происходит дальше, он просто выезжает. Да, они выезжают с мигалками, там, ну, как бы, они обозначаются, но он может выехать в любой момент, и, да, не среагировав вовремя, или там, если водитель перед тобой среагировал, ты на пару секунд опоздал, ба-бах-бабах, и мы уже, у нас проблемы, да, или приходится куда-то увильнуть, а увильнуть в рабочей зоне обычно просто некуда, да, можно, ну, слава богу, если есть там пластиковые эти конусы, да, просто конусы позбиваешь, а если их нету, или если там люди, или если там обрыв, или еще что, да, держи дистанцию, даже если ты едешь спидлимит, увеличивай дистанцию в рабочей зоне, левый поворот, правый поворот, я думаю, здесь объяснять много не нужно, да, если мы поворачиваем налево, то мы целимся на то, чтобы оказаться в самой левой полосе, да, или по разметке, не перестраивайтесь во время поворота, это может привести к тому, что вы там не заметили, не увидели в зеркало машину, расчесали ей бочину, да, или там, не дай бог, еще кого-то повредили, поранили. Правый поворот, мы всегда целимся на то, чтобы оказаться по итогу в крайней правой полосе, да, даже если тебе нужно далеко вылезти там на вторую, на третью полосу, чтобы не зацепить здесь светофор или что-то еще, да, мы все равно возвращаемся в правую полосу, не поворачивай на повороте там и сразу хопа в левую полосу пошел и газку, такого делать не стоит, потому что кто-то может ехать там с этой стороны, допустим, у тебя, а ты уходишь в левую полосу, они как бы рассчитывают на эту полосу, не заметили тебя, ба-бах, тебе в бочину. Неприятности. Правило на на весовых станциях. Соблюдайте скоростной режим. Если на весовой станции написано 10 миль в час или 5 миль в час, то это 5 миль в час или 10 миль в час. Начинайте скидывать скорость еще да, за 50, за 100 метров до того, как вы вообще съедете на экзит. Вы увидели желтый знак, который показывает тебе скорость 25-35 обычно, 30 бывает. Увидел этот знак, скинь заранее. Не доезжай до этого знака, потом нажимай на тормоза. Увидели знак 5 миль в час спидлимит, не едь 15, а потом скидывай 5 в самом конце. Скинь заранее. Таким образом, ты к себе не будешь привлекать лишнего внимания и шансы того, что тебе впаяют на ровном месте штраф за спидинг или как минимум проведут инспекцию, минимизируются. На вейт стейшенах стоп сайн, это стоп сайн. Вот у тебя весы, перед весами стоит стоп, за весами как бы стоп стоит и перед весами стоп стоит. Даже если здесь никого у тебя перед тобой нету, пустой проезд, ты останавливаешься на первом стопе и останавливаешься на втором стопе. Все просто. Стоп сайн это стоп сайн. Полная остановка, не прокатываешься, не закрываешь глаза, потому что никого нету, тут же даже поворота нету. Стоп это и есть стоп. Все. Приспускаем окошко, потому что иногда у тебя на вейтстейшенах стоят рупора, в которых объявляют тебе там едь дальше или заедь на парковку, принеси документы там и так дальше и тому подобное. Приспускаем сюда окошко, чтобы слышать, там выключаем музыку соответственно, да, чтобы это все слышать и не нарываться на проблемы. Если вас загнали на инспекцию, не дергаться, все в порядке. В чем важность ездить легально, не нарушать и не делать каких-то неумных вещей, да. Если тебя загнали на инспекцию и ты знаешь, что у тебя все легально, у тебя локбук в порядке, да, тебе в принципе особо и париться не за что, да, к тебе никто ничего не скажет, не передерется без повода. Репорт каких-то проблем, да, сообщить о какой-то проблеме. Это нужно делать регулярно. Сталкиваешься с какими-то проблемами, ну, как минимум, у нас в компании, да, всегда есть человек, к которому можно обратиться и об этом сказать, попросить помочь там или попросить просто вот записать, что такое-то, такое-то произошло. Вот у меня недавно произошла ситуация, я ехал там в районе Иллинойса, прямо передо мной произошла авария. Мне пришлось очень резко тормозиться, да, но я удержался в полосе, я никого не зацепил, никто не зацепил меня. На этом пикапе оторвало фару, его занесло, он чуть вообще там как бы в полный занос не ушел, но как бы там каких-то больших потерь или там пострадавших там не было. Что сделал я? Я сразу остановился на обочине, да, на аварийке, я удостоверился, что там этот автобус нормально тоже паркуется на обочине, тот на пикапе нормально припаркался на обочине, я посмотрел, обошел свой трак, посмотрел, есть ли у меня какой-то дэмэдж или нету, ничего не увидел, не заметил, все нормально, я сел обратно в трак и уехал оттуда. Свидетелем какого-то происшествия вот такого оставаться ты не обязан. Если есть пострадавшие, то как бы лучше остановиться и попытаться помочь пострадавшим как можешь, как минимум вызвать полицию, если ты единственный человек там и даже если не единственный, но по сути свидетелем происшествия, если ты в нем непосредственно не участвовал, оставаться ты не обязан. Я очень сильно в тот раз спешил на загрузку, у меня был очень маленький запас времени, поэтому я не остался, у меня не было на это времени. Я уехал себе на загрузку, но я все равно взял и репортнул то, что произошло в компанию. Если вдруг я там чего-то недосмотрел или там моя помощь какая-то нужна была, или у меня ну там они хотели бы, кто-то хотел бы мое видео с моего регистратора, и я об этом умолчал, никому ничего не сказал, то я считаю, что проблемы могут быть больше в тот момент, чем когда если что-то такое произошло, и ты об этом сообщил, дал четкое время, когда что-то там произошло, соответственно компания твоя посмотрела на свой регистратор, если у тебя есть видео с регистратора, на твой регистратор, на видео, типа и окей, все хорошо, живем себе дальше, если что-то произошло, действительно произошло, и ты этого не репортнул, и надеешься, что оно так прокатит, то не знаю, я тебе помочь ничем не могу, все равно это где-то вылезет боком, репортовать нужно все проблемы, если ты пробил колесо, или ты кого-то коцнул, кого-то ударил, или тебя кто-то ударил, или что-то еще произошло, скоммуницируй, расскажи это кому-то, таким образом это прикрывает и твою жопу, и как бы все в курсе событий, не будет никаких сюрпризов, не будет такого, что руководство компании ночью спит, и вместо того, чтобы им звонил ты, или дежурный диспетчер, или уже дежурный диспетчер с утра об этом им рассказывает, им звонит владелец другой компании, или со страховки, или с полицией звонят именно руководству непосредственно, для всех этих вещей обычно есть цепочка ответственности, если у тебя что-то произошло, ты репортуешь дежурному диспетчеру, там roadside assistance department, emergency department, и так дальше, ты не репортуешь это владельцу компании, или ты не репортуешь это ближайшему номеру, который ты нашел, ты должен репортнуть это туда, куда положено, но если ты не знаешь, куда репортнуть, репортуй, куда можешь, при авариях или каких-то происшествиях делайте хорошие фотографии, качественные фотографии, даже снимайте видео, почему, если случается что-то, да, и у вас разборка на обочине или там на парковке с кем-то, в одну секунду эти люди могут абсолютно нормально там болтать головой и разговаривать, и потом вдруг через полчаса они едут в госпиталь специально это делается или нет ответа нету, да, как бы ничего не гарантировано, но если у вас есть видео подтверждение, что вот этот человек все с ним хорошо, он говорил, что все нормально, у меня вот это все на видео, какие к вам могут быть претензии, значит он ударился головой где-то еще, так, так, ну, как бы это все равно не снимает там какой-то ответственности, но тем не менее это более хорошо прикрывает вашу жопу, в таких случаях, я уже наверное об этом говорил, что обращайте внимание на то, что лежит на дороге, да, бывают всякие разные штуки, которые лежат на дороге, и мусор, и колеса, и звери, и какие-то железки, и что-то еще, и так дальше, как бы не наезжайте, старайтесь не наезжать на эти вещи, у нас, у меня один из студентов как-то наехал на железную какую-то штуку, которая по итогу пробила арку, пластиковую арку, а там толстый пластик, колеса, и потом ударила в районе деф-системы, перебила шланг дефа, и дозатор, у нас потом были большие проблемы, это было такое, очень, очень тяжелое несколько дней, только из-за того, что человек не объехал какую-то железку, вот так вот, было у меня, лично я наблюдал, у меня, я когда-то перестраивался, и там женщина в горах решила, что она будет мне препятствовать, да, я иду под горочку, я пытаюсь удержать скорость, она специально передо мной становится, скидывает скорость, я хочу ее обходить, обхожу ее по итогу, практически она ускоряется, не дает мне перестроиться обратно, я становлюсь обратно за ней, она замедляется, специально делать так, чтобы я терял скорость, по итогу, где-то минут через 20 я ее обошел, и когда я ее обошел, я перестраивался обратно в правую полосу, какая-то или бутылка, или какой-то камешек, или что-то отлетело, да, я на это наехал при перестроении, оно отлетело, отскочило от моего колеса и ударило ей прямо в лобовуху, я в тот момент в принципе не очень сильно расстроился, я думаю, что она ей, да, ей послание и сообщение ей было очень ясно и очень наглядно показано. я не говорю, чтобы специально там наезжать на какие-то, на какой-то мусор, чтобы там кому-то разбить стекло или побить бампер или что-то еще, но как бы вот, это наглядный пример, почему это делать не нужно, да, специально. Clearing House это организация, которая держит базу данных по вашим драг-тестам, по вашим safety. Если вы чего-то натворили, если вы где-то завалили драг-тест, если вы где-то там подбухали на рестарте и выехали в, ну, как бы еще не протрезвев, там, я не знаю даже, как это возможно, но тем не менее, и вас поймали, и вы вас отправили на драг-тест, если вы отказываетесь это делать, да, или если вы это делаете, у вас тест позитивный, это все отображается у вас на вашем ID в Clearing House. Почему это не стоит упускать из внимания? Потому что, если вы даже бросите дальнобой, и вы не будете работать на траке, и, допустим, вы захотите лицензию пилота, и вы захотите стать пилотом, или вы захотите стать моряком, или вы захотите там работать на какой-то крутой фирме, на заводе, все вот эти сферы, они подозревают то, что вы будете проходить драг-тест, а Clearing House как раз это организация, которая держит базу данных на все эти виды работ или виды деятельности, в которых присутствует сейфти. Сейфти вообще везде, как бы, но особенно на вот таких опасных или каких-то с высокой ответственностью работах, это все остается в системе. То есть, если вы накосять в чтенотраке, то вы можете себе просто-напросто перечеркнуть какие-то будущие планы, даже которые вы еще не подумали о них и не строите их. Поэтому это важно. Не играйте с наркотиками и алкоголем и так дальше. Не играйте с этим. Я уже это говорил в одном из моих видео. Кому-то там было смешно очень сильно. Смешно? Я думаю, что это будет не очень смешно, если ты потеряешь работу и потеряешь возможность обеспечивать свою семью и так дальше. Это я не считаю это очень смешным. Но да, некоторые вещи можно сосчитать смешными. Да и все. Друзья, я благодарю вас за внимание. На этом наши серии стажировки заканчиваются. Я надеюсь, что вам было это все информативно. Если у вас еще есть какие-то идеи, какие-то вопросы по поводу тракинга, да, особенно там для тех, кто сейчас получает права или собирается получать CDL права, пишите их в комментарии. по потребности и по возможности я запишу еще дополнительное видео, если на это нужно. Или же отвечу просто в комментариях. Кстати, если написать в личку, то есть более высокий шанс того, что получите ответ и в принципе и быстрее. Вот. Поэтому можете писать в Telegram или в Instagram. Вот здесь вот я оставлю ссылочки. ссылочки еще также в описании есть на то, что я уже сказал, да, на плейлист. Приходите на Telegram канал, я вас туда приглашаю. Там будет много интересного. Особенно ну вот этим летом, скажем так. Прописываю планы на всякие интересные штучки. Поэтому присоединяйтесь, я вас приглашаю. Я вас благодарю за внимание. поставьте лайк, подпишитесь, жмите колокольчик. Это помогает росту канала, и это помогает большему количеству людей увидеть это видео и извлечь для себя пользу. Да, и все. Спасибо большое за внимание. С вами был Лозеныч, и мы с вами увидимся на следующем видео. Пока. Погодка сегодня просто бомбическая. У меня аж между булочками вспотело. да, кстати, сегодня я забрал своего седьмого студента, уже номер семь, номер семь. Это, ну, для меня это лично уже как бы такое хорошее большое достижение. что самое интересное это то, что этому студенту 23 года и он уже принял для себя решение, ответственное решение пойти работать на трак. Я вспоминаю себя в 23 года. Я как бы тоже там уже к тому времени принял много ответственных решений, но тем не менее, не знаю, почему-то у меня не дошли ни руки, ни мозги к тому, что мне это вообще будет интересно и что это перспективно и это круто. Для себя я мне очень нравится, мне я кайфую от того, что я обучаю других людей, от того, что я могу передать свои какие-то знания, свои какие-то навыки другим людям. У меня это хорошо получается и соответственно поэтому я топ. Поэтому я топ. Да? Не хочу там сильно там себя нахваливать и бить себе в груди. Но тренера и менторы в нашей компании это топ-водители. Это топ-водители. Поэтому всем, кто тренирует и менторит студентов, я аплодирую. Вы крутые. Все. Ладно. Пошел становиться в очередь в душ, потому что здесь уже вон понаехало траков. Сейчас еще куча понаедет. Все захотят идти мыться. Я тоже хочу помыться. И скорее всего мой студент, который сегодня с самого утра был в транзите. Он там летел с Нью-Йорка. Скорее всего тоже меня там ждет. Все. Пока-пока.